Русский характер, французская утонченность и японская надежность. Мультибрендовый автоцентр доехал и до Бобруйска. Отныне 20 октября войдет в историю. Мэр города и руководитель салона перерезают брендированную оранжевую ленту. На 2000 квадратных метрах расположились три производителя. Рено, Митсубиси, Лада. Бобруйский центр стал десятым по счету в стране и вторым после Минска, где официально представлена японская марка. По словам руководства, проект автосалона уникальный. В дальнейшем он будет браться за основу при строительстве подобных объектов. Я уверен, этот новый автосалон, это будет своеобразной изюминкой для наших граждан и вообще для города Бобруйска. Потому что то, что мы сегодня увидели, это воплощение в первую очередь архитектурного облика, инженерной проработки достаточно серьезной. Ну и важно отметить, что это первый автосалон, который открылся у нас в городе. Реально реализован инвест-проект в течение двух лет. И те намерения и планы, которые были определены в начале именно пути инвеста нашего проекта, я сегодня вижу, что они воплощены даже с большим тем ресурсом, который мы для себя определялись. Три просторные шоурума, рассчитанные на 22 автомобиля. Не отходя от кассы, расположился и сервисный центр. Включает он в себя 13 постов для обслуживания и ремонта авто, большой склад запчастей и аксессуаров. И все эти опции под чутким присмотром современных технологий и грамотных специалистов. Представлена у нас рем-зона для автомобилей, продаваемых нашим автоцентром мультибрендовым. Мы обслуживаем автомобили, которые мы представляем все, включая те автомобили, которые мы не продали. Мы тоже можем обслуживать все равно и Mitsubishi. В автоцентре представлены не только полюбившиеся многим Lada Vesta, X-Ray и Grand, а есть и обновленные аппараты. Например, французы изменили начинку своих авто. Мотор – совместная разработка с Mercedes. Под капотом 150 л.с. Renault Captur – прекрасное сочетание цены и качества. В комплектации – мультимедийная система, климат-контроль и стеклоподъемники. Новинкой для многих бобруйских автолюбителей станет тест-драйв. Совершенно бесплатно для этого нужно иметь при себе водительское удостоверение. Для тестирования разработано два маршрута – 2,5 и 8,5 километров. Руководство автоцентра уверяет – это лучшая возможность почувствовать машину. Вот и Александр Студнев решил оценить в деле японского железного коня. Во время тест-драйва клиенту рассказывают о характеристиках автомобиля. Мультимедиа, навигация, объем двигателя, расход топлива. Это модель 2018 года, да? Или 2019? 2019 года. Мэр города пожелал сотрудникам нового центра хороших продаж и успехов в работе с клиентами, которых, к слову, уже немало. Одни приходят прицениться, другие – познакомиться с ассортиментом, ну а третий – из любопытства. Намного проще становится, не нужно ехать куда-то там далеко. Ну и обслуживание, все рядом. Все дома. А вы сегодня пришли за покупкой уже автомобиля? Или только присматриваясь здесь? Я в поиске, поэтому я хотела в Минск ехать. Ну, знаете, дела, заботы всякие. Поэтому, когда здесь не надо никуда ехать, это же намного удобнее. Поэтому я просто хочу сейчас посмотреть. Все, вот прайс-тресты взяла, посмотрю дома. И потом остановлюсь на чем-нибудь. Старт работе дан. В ближайшем будущем в салоне появится еще один производитель авто с мировым именем. Больше подробностей смотрите в воскресенье в итогах недели. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.